Когда Целестина вернулась домой, дом был погружен в полумрак, а за закрытыми дверями лаборатории слышалось бульканье. Казалось, работает насос, огромный и невидимый. Но когда Целестина вошла, никакого насоса там не было. Бабушка, как и прежде, сидела на своем кресле с распахнутым фолиантом на коленях и, прикрыв веки, посасывала кальян. От фолианта почему-то пахло сухими апельсиновыми корками. Целестина замерла, вглядываясь в лицо генеральши, желтая и морщинистая, как старинный пергамент. Гимназистка уже готова была подниматься к себе в спальню, но тут старуха подняла веки и посмотрела прямо на нее с зелеными, удивительно молодыми глазами. «Так-так-так, Цеся», — произнесла Анна Констанция, карабкаясь из кресла. «Так-так, идем, Цеся». Бабушка выпрямилась, фолиант грохнулся на пол и захлопнулся. Старая генеральша даже не посмотрела в его сторону. Она заковыляла, проклиная отекшие ноги, к вешалке для шляп, взяла трость, огромную широкополую шляпу и какую-то шаль. «Идем, идем», — говорила она. «Куда, бабушка?» — спросила Целестина. «Ты будешь учиться летать». Девушка последовала за ней. Навстречу вдруг в полумраке попался Бзур Верещака, в парадном фраке с бантом и пахнущий бергамотом. Надо сказать, в этом наряде повар и правда выглядел достойным своих шляхетных предков, и он явно торопился куда-то в город. Целестина смутилась. Юная гимназистка как-то и не задумывалась, что у слуг бывают свои тайны и личная жизнь. Но Анна Констанция даже не замедлила шаг. «Что, скажет пан-повар?» — бросила она мимоходом. «В народе говорят, что старый, что малый», — ответил шляхетный повар Бзур Верещака. «Вот смотрю на вас и думаю, к женщинам это тоже подходит». Целестина и бабушка вышли в сырой ночной сад. Какая-то невидимая ночная птица гукала в яблонях у них за спиной, а в двухэтажных деревянных домах на той стороне уже спали. Только справа горела над домами желтое зарево, не спящей Добровской, где аптеки, кондитерские и кино. Казалось, полупрозрачный занавес из желтого тюля разрезал ночной Брест пополам. Было прохладно. Куда прохладнее, чем еще несколько минут назад, когда Целестина шла домой из гимназии. Холод пришел, пока она была в доме. Девушка зябко повела плечами. Мимо прошмыгнул, лязгнув калиткой бзур верещака. Он явно старался ничего не заметить. «Хорошая шаль?» спросила генеральша. «Да, теплая, спасибо. Жалко, такие выходят из моды. Шаль сейчас носят только дома, а дома и так тепло». «Дома и по ночам можно носить что угодно», назидательно произнесла бабушка. «В таких местах мода отправляется на покой». Целестина улыбнулась. «Буду знать и стану одеваться дома, как мне нравится». «Как по мне, так хоть голой ходи. Главное, чтобы гостей не перепугало. Они у нас все офицеры да чиновники, только и умеют, что беспорядки обнаруживать». «А слуги?» «А слуги и не к такому привыкли». «Эту шаль я шила сама». Бабушка дернула за край. «Зашила в нее многие буквы. Хорошая штука получилась и выглядит очень обычно». «Буквы?» Целестина решила, что она что-то не так расслышала. «Да, буквы». «Теперь тебе больше не нужно будет рисовать на земле квадратики, чтобы взлететь». «Вот как». Целестина тоже погладила рукой край шали. Шаль была такой теплой и такой обычной. И где-то между стежками в ней прятались буквы еврейского алфавита. «Давай, взлетай». Бабушка отступила на шаг, словно освобождала взлетную полосу. «Я не умею». «Вот и попробуй, пока не научишься». Целестина сделала несколько шагов и попыталась подпрыгнуть. Но только звонко стукнула подошвами о дорожку. После прыжков из квадрата это было непривычно. Квадрат выталкивал тебя прямо в прыжок, как огромная невидимая пружина. Вся сложность была в том, чтобы правильно приземлиться. А шаль пыталась поддержать, как вода держит пловца. Целестина ощутила поддержку, но её всё равно тянуло на дно. Придётся привыкать заново. Сначала девушка попыталась лечь на шаль, словно на ковёр самолёт. Та пружинила, но всё равно опускалась. Наконец Целестина догадалась вскарабкаться на столб у калитки. Здесь, на метр выше от земли, шаль давала куда более сильную тягу. Выпрямилась, взмахнула руками, удерживая равновесие. Прыгнула и легко перемахнула на соседний столбик калитки. «Ура!» — прошептала Целестина. «Очень тихо, чтобы соседей не разбудить». Потом она прыгнула в сад и легко, по изящной дуге, перелетела на яблоню. Это оказалось не сложнее, чем прыгать через ручей по камням. Конечно, всегда рискуешь сорваться и упасть, но и на мокрых камнях тоже можно поскользнуться и рухнуть в холодную воду, которая утащит чёрт знает куда. На яблоне было безопасней, только высота ощущалась немного боязно, и под ногами не было надёжной опоры, только две хрупкие веточки. Но Целестине всё равно хотелось запрыгнуть на дом, черепичная крыша так и манила. Но сначала надо было освоить перелёт на карниз под вторым этажом. Девушка плотнее укуталась в спасительную шаль, прикинула, как окажется как раз возле того самого круглого окна, оттолкнулась и рухнула прямиком в жалобно застанавший шиповник. «Если нужно спикировать», — назидательно произнесла бабушка, «раскидывай руки вместе с шалью в стороны, будь как летучая мышь». «Ага», — отозвалась из зарослей исцарапанная Цесси. «Видела на фотографиях парашют», — продолжала бабушка, уже шаркая на пороге. «Когда пикируешь, шаль работает точно так же. Такие штуки ещё мастер Леонардо делал. Только они у него были бумажные и пирамидальные». Цесси, пошатываясь, выбралась на дорожку. К счастью, зашитые в ткань буквы не пострадали, свежие царапины уже соднили, но шаль поддерживала даже на ходу, и о них можно было забыть. Казалось, Цессю обхватили и ведут тёплые, заботливые, невидимые руки.